Субтитры создавал DimaTorzok Меня зовут Татьяна Сергеевна Что вы хотели уточнить про Ермолаева? А какая у вас компания? Наша компания называется Общество с ограниченной ответственностью Алиам Внутри слова три буквы Две, простите, буквы L Алиам Да, совершенно верно Алиам А вы вообще Ему передаете информацию Чтобы он связывался с Ситибанком? Давайте я вам расскажу Я давайте вам расскажу Как выстроен алгоритм работы Юристов с клиентами Во-первых, к нам клиент обращается В том случае, если у него складывается Трудная финансовая ситуация И он не может выполнять свои кредитные Обязательства Выражаясь простым языком Он не может обслуживать свои кредиты Как правило, у наших клиентов Не один кредит, а несколько И в разных кредитных учреждениях Так как они подозревают Что им никогда уже больше не выйти Из кредитной кабалы Так как банкиры И всевозможные коллекторы Которые помогают банковским сотрудникам Делают все возможное для того Чтобы человека загнать в петлю Для вас это не секрет наверняка Они обращаются к юристам И мы совершенно Спокойно Эксплуатируя только 100% законные методы Успокаиваем человека И делаем так, чтобы человек Освободился от долгового рабства Которое искусственно навязывают ему банки Для вас наверняка не секрет Что у нас в стране нет долговой тюрьмы Уголовного преследования За людьми, кто не может Выполнять договорные отношения с банком Тоже нет Ну вот, собственно говоря В простом формате Если более, скажем так Подробно То вы можете обратиться Чем вы вообще конкретно занимаетесь? Можно объяснить? Да, конечно А конкретно Если конкретно Опять же Не так сильно широко Но в двух словах Сначала мы От имени клиента Пишем письма в банк Клиент их подписывает И мы через почту России Отправляем В этих письмах Мы излагаем банку Позицию клиента Почему клиент не может Собственно говоря Выполнять свои обязательства По кредитам В вашу сторону В ваш банк Тоже уже давно отправлены письма Уведомления о вручении Мы уже получили Значит Нам следует понимать Что банк тоже Ознакомился с данными Письмами Скорее всего Ваши звонки Бессмысленны Потому что мы все Подробнейшим образом В письмах изложили Запросили Недостающие документы На основании которых Мы сможем сформировать Исковое заявление В суд Где попросим У судей Расторжение договора Но Скорее всего Мы в первую очередь Попросим Пойти нам Навстречу сам банк Попросим Расторгнуть договор В связи Вот с данными Сложившимися обстоятельствами Но Я по опыту Понимаю Что банк Откажет нам В этом Поэтому мы В любом случае Скорее всего Окажемся В судебном процессе Где будем Настаивать на расторжении договора И на выплате Суммы Конечно же Фактически Понесенных Расходов Банком За минусом Всех Незаконных Устоек Процентов И так далее И там подобное Вот И потом Через службу Судебных приставов На основании того Что Судебный пристав Должен в первую очередь Смотреть Не на сумму Долга А на возможности Должника Будем ходатайствовать Перед данной службой О предоставлении Нашему клиенту Расрочки Либо вообще Закрытие Исполнительного производства Все зависит В данном случае От конкретного клиента Какое у него Финансовое состояние Это Так скажем Кратенькое Изложение Того что мы делаем На самом деле Работа достаточно Серьезная Хорошо Я вас поняла Спасибо Тогда Всего доброго До свидания До свидания Спасибо что вы слушали До свидания До свидания